Появлению каждой книги на свет способствует не только талант и фантазия писателя, но вдохновение и часто реальная история, положенная в основу творения. Детские книги не являются исключением. На создание любимых образов авторов часто толкали жизненные истории и даже трагедии, которые подогревали яркие эмоции и желание донести все это до читателя. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с прототипами героев детских сказок. Произведение Питер Пен быстро завоевало сердца детей, проживающих в Великобритании, а затем вгноение ока распространилось по миру. Некоторые эксперты шутят, что книга приобрела большую известность, чем его автор. Тот, кто написал такую сказку, верил в волшебство, существующее в реальном мире. Дети его видят, а вот взрослые нет, потому что они потеряли этот дар, когда повзрослели и стали слишком приземленными. Книга повествует о мальчике, который не хотел взрослеть и оставался жить в волшебной стране. Автором этого детского произведения стал британский драматург Джеймс Барри. Работа продолжалась с 1901 по 1928 года. Известно, что Джеймс Барри появился на свет в многодетной семье и был девятым ребенком. Старший брат и любимец матери неожиданно погиб в 14 лет. Автору тогда было всего 6 лет. Дело в том, что он катался на коньках и неудачно упал, получив смертельную травму головы. Мать, убитая этой потерей, практически сошла с ума, а Джеймс не отходил от нее, постоянно утешая. Однажды мать сказала фразу «Мой Дэвид всегда останется маленьким мальчиком и будет со мной рядом». Тогда Джеймсу пришла в голову мысль написать историю о мальчике, который никогда не вырастет, но будет жить в волшебной стране. Однако эта идея долго была только в его голове, став книгой лишь после знакомства с семейством Дэвис. А их трое детей просто очаровали автора. Эта семья стала для Джеймса Барри сильным вдохновителем. Известно, что книгу Мэри Поппинс написала в 1934 году писательница Памела Треворс. Хотя на самом деле под этим сценическим псевдонимом скрывалась Хелен Линдон Гофф. Она решила взять себе псевдоним в 17 лет. Книга сразу приобрела небывалую популярность, поэтому писательница со временем написала продолжение этой истории. Героями книги стали реальные люди, с которыми была знакома Хелен. Прототипом мистера Бэнкса стал ее родной отец Роберт Треверс Гофф. Хелен была его любимицей. Он привил ей любовь к книгам, поддерживал фантазии дочери и постоянно шутил. А вот мать была дамой строгой, и часто Хелен ругала. Отец запил и вскоре скончался. А девочка долго не могла принять его смерть. После кончина отца семья переехала к тете Элли. Это была родственница по матери, которая не только помогла им не погибнуть от безденежья, но и воспитывала детей. Именно тетя стала прототипом самой лучшей няни на свете – Мэри Поппинс. Тетя Сэс была двоюродной бабушкой для Хелен. Из нее получилась идеальная английская няня – само совершенство. Она очень любила детей, но была строга и жила по своим правилам. Смелая, застенчивая, веселая, терпеливая и воспитанная. Мэри Поппинс знает обо всем. А еще у нее забавный зонтик, и она умеет летать, как волшебница. Интересно, что толчком к написанию книги Мэри Поппинс стала одна история. Ее приятельница попросила посидеть с детьми, пока та съедет по неотложным делам. Памела согласилась и придумала для них историю о необычной няне. Эта дама всегда носила зонтик, на ручке у которого сидел попугай. А все вещи няни умещались в небольшом саквояжи. На самом деле, Памела отразила в этой истории себя тоже. Она создала волшебный образ английской леди, которая верит в чудеса и не боится никаких перемен. Именно такой была сама Хелен. «Алису в стране чудес» написал английский писатель Льюис Кэрролл в 1865 году. Правда, под этим псевдонимом скрывался некий Чарльз Людвидж Доджсон. Эта сказка несколько отличается от других. Эксперты уверены, что на сюжет и некоторые детали повлияло несколько фактов. Во-первых, писатель был профессором математики, поэтому там есть сложные загадки и намеки, которые Алиса должна разгадать. Во-вторых, Чарльз страдал сильными головными болями и синдромом Алисы. Это когда возникают галлюцинации, которые наводят на мысль, что изменены размеры собственного тела. Иногда изменяются объекты, которые окружают человека. Поэтому в книге прослеживается искажение пространства и времени. Прототипом главной героини сказки стала реальная девочка, которая была для писателя источником вдохновения и любви. Дело в том, что Кэрролл однажды познакомился с семьей Лиддл. Чарльз очень любил детей и умел находить к ним подход. Когда он приходил к ним домой, то часто играл с ними в комнате. Это было весело и увлекательно. Самая младшая из детей, четырехлетняя Алиса, особо была дорога Кэрроллу. Однажды дети вместе с Чарльзом все вместе катались на лодке в парке. И чтобы сделать прогулку интересной, он придумал историю о необычном путешествии девочки Алисы. Всем, а особенно Алисе Лиддл, сказка очень понравилась. И она попросила написать продолжение. Так маленькая девочка стала главной героиней, а на свет появилась сказка приключений Алисы в Стране Чудес. Сказки Андерсона знают все. Кто не помнит гадкого утенка или дюймовочку, принцессе на горошине или русалочку. Ханс появился на свет в 1805 году в бедной семье. Рос очень эмоциональным и нервным мальчуганом. С отцом у него были особые отношения. Они любили вместе прогуливаться по парку, а каждую ночь отец читал ему одну сказку из старой огромной книги. Мальчик часто погружался в мир волшебства и приключений. Как-то зимой он стоял у окна и наблюдал, как Мороз нарисовал женщину, протягивающую к нему руки. Сначала Ханс подумал, что эта особа пришла за ним, и иронично пошутил. Но когда умер отец, мать сказала, что его забрала ледяная дева. Отец умер, когда Хансу было 11 лет, и эту потерю мальчик очень тяжело перенес. Отныне он стал считать, что с приходом холода неизбежны потери. Книгу «Снежная королева» Андерсон опубликовал в 1844 году. Она состояла из семи рассказов, историй, которые были взаимосвязаны между собой. Эксперты называют несколько прототипов этой сказки. Бесстрашная девочка Герда – это маленькая соседка Лизбет, с которой автор часто играл и считал своей сестрой. Она была одной из первых слушательниц историй маленького Ханса. Прототипом же «Снежной королевы» является Дженни Линд. Это оперная певица из Швеции, в которую без памяти влюбился Андерсон. Женщина была красива и имела много поклонников среди мужчин. Однако знаки внимания Андерсона Линд не приняла, считая его другом или братом. Ханс так и не женился, а холодность Дженни стала прототипом «Снежной королевы» с бесчувственным взглядом и ледяным сердцем. В грустном сказочном мире Ганса Христиана Андерсона очень мало счастливых концов, особенно для женских персонажей. Однако одну свою героиню великий сказочник любил, кажется, больше других. Ее история закончилась на удивление счастлива. Биографы считают, что у милой и доброй дюймовочки был реальный прототип. Правда, кроме маленького роста и ангельского характера, сходства у Генриетты Вульф со сказочной девочкой было мало. Зато именно ей Андерсон подарил на бумаге то счастье, которого настоящей женщине не хватило в жизни. В конце 1822 года молодой драматург Андерсон пришел в дом знаменитого датского адмирала, начальника морского кадетского корпуса Петра Вульфа. Заслуженный морской офицер занимался переводами Байрона и Шекспира, поэтому его мнение о новой пьесе было очень важно для сына сапожника и прачки, который сам пробивался в столице. Нескладный и длинный Андерсон, который явно не был красавцем и всю жизнь боялся женщин, тем не менее удивительно быстро прокладывал путь к сердцам людей. Приехав в Копенгаген в 15 лет, он сумел найти себе покровителей даже среди высокопоставленных сановников. Однако в этот раз, зайдя в шикарный дом, 17-летний писатель рабел больше обычного. Старый адмирал нашел пьесу юного автора чрезвычайно слабой, однако сам молодой человек ему неожиданно понравился, и он решил пригласить его к ужину. Так Андерсон вошел в семью Вульфов. Он стал настолько часто бывать у них, что через несколько лет в доме ему даже выделили свои комнаты. Особенно теплые отношения связали молодого писателя со старшей дочерью адмирала Генриеттой. Портреты доносят до нас умный и проницательный взгляд, достаточно миловидное лицо этой девушки. Однако художники в большей степени, чем фотографы, имеют возможность приукрасить действительность. На самом деле Генриетта не могла выезжать в свет и рассчитывать на счастье в личной жизни. Девушка была очень малоростом, почти карлица и к тому же горбата. Длинный, нескладный Андерсон рядом со своей миниатюрной подругой смотрелся очень комично, однако бедной Генриетте он полюбился сразу. Девушка, несомненно, испытывала к нему нежные чувства, а молодой писатель относился к ней как к своей сестре. Запутавшийся в своих страхах и амбициях, молодой человек всю жизнь тянулся к роковым красавицам, хотя покорять их на самом деле было для него непосильной задачей. А милую и любящую Генриетту, которая много лет была рядом, он называл своим светлым эльфом и искренне желал ей счастья, понимая, что она вряд ли его найдет. Генриетта Вульф была для Андерсена настоящей подругой и наперстницей. С ней он мог обсуждать любые дела, обговаривать сюжеты будущих сказок. Они действительно были бы прекрасной парой и могли бы быть счастливы вместе, если бы писатель этого захотел. У Генриетты было слабое здоровье, и в 1834 году она уехала на несколько лет в Италию, в мягкий солнечный климат. Друзья начали активно обмениваться письмами. Как раз в это время Андерсон написал несколько волшебных историй, вошедших в сборник сказки, рассказанные для детей. Приветом и подарком, созданным для любимой подруги, стала сказка «Дюймовочка». Маленькая девочка, заброшенная в огромный мир чужих существ, смогла найти своего принца и стать счастливой и прекрасной в Южной стране, так похожей на Италию. Судьба настоящей женщины оказалась намного более страшной. Генриетта много путешествовала по миру. Вместе с любимым братом, которого тоже звали христианом, она побывала в Америке, на Вестинских островах. Однако именно там христиан Вульф слег от желтой лихорадки, умер на руках у сестры и был похоронен вдали от родной Дании. Генриетта вернулась домой одна, но много лет после этого она мечтала побывать опять на могиле брата. Собралась в это длинное путешествие только в 1858 году. В последнем письме к сестре она рассказала, как во время остановки корабля в Англии на нее напал дикий страх перед поездкой. Женщина уже хотела было отказаться от длинного и опасного пути, однако в эту же ночь во сне мертвый брат умолял ее вернуться к нему. Отплыв от английских берегов, Генриетта больше не вернулась домой. Через месяц стало известно, что пароход Австрия сгорел в просторах океана. Андерсон был так поражен гибелью любимой подруги, что на некоторое время не мог даже думать ни о чем другом. Он писал в дневнике об этих днях. Волнение и дума об одном и том же наконец так расстроили меня, что мне однажды стало чудиться на улице, будто бы все дома превращаются в чудовищные волны, перекатывающиеся одна через другую. Я так испугался за свой рассудок, что собрал все свои силы воли, чтобы наконец перестать думать все об одном и том же. Я понял, что на этом можно помешаться. И едкое горе мало-помалу перешло в тихую грусть. Всю оставшуюся жизнь Андерсон боялся воды и пожаров. И так искусство не рождается на пустом месте. Ему нужны идеи и образы из реальной жизни или хотя бы из другого вида искусства. Поэтому художники рисуют прохожих, музыканты вслушиваются в щебет птиц, а писатели посвящают книги возлюбленным. Источником вдохновения может стать что угодно, порой даже довольно страшные истории, но узнать их стоит, чтобы любимое произведение раскрылось с новой стороны. Мы предлагаем вам познакомиться с художественной литературой для взрослых, где главные герои также имеют свои прототипы.